Для него это никакой роли не играет. Как это может так? Это же ваш внук. Он сразу голо на бок под юродиво сыграл. Я вот сейчас говорил вам о Горбачеве. А при чем тут Горбачев? Да при том, что он живой. Которые перечисляются впереди, перед ними Брежнев, Андропов, Черненко. И дальше после него, Ельцин, все умерли, он живой. Гатикыч, можно? Меня Елена Анатольевна попросила подойти к ним. Какой? Барабаш. Разговор какой-то. Ну, так сейчас и выйдем. Я не пойму, что? Мне сейчас попросили, послезавтрак. Ну, сейчас завтрак закончится, а пойдем. В некий недостаток. Вера это не отсыденный дар. Если веры нет, жизнь тусклая. Вперед человек не может смотреть. Почему? События не по его воле складываются. Как дальше будет, он не знает. Но с каждым днем ближе к тебе будет расставание с жизнью, тем страшнее и ужаснее. А у веры еще наоборот. Предстоящая встреча с Господом скрашивает все невзгоды. Надо просить о вере. Просите и дастся вам. Я о чем говорю сейчас? Вот, побыли у меня немного. Я могу сказать, у кого вера уже видно, что есть, а у другого так, за родителями тянется. Так, вера определяется с умирением. С умирением перед Богом, перед родителями, перед старшим. Вот вспомни, в последнее время, перед отъездом, сколько раз вы огорчали родителей. И послушали. Просто припомни. И вообрази, что ты возвращаешься в город, а их нету. Нету, они погибли. Теперь, как ты будешь каяться, вспоминать? Была возможность какая, что я делал? Если человек говорит, я не убийца, то он должен иметь основания для этого. Убийца, Сарстя Божия, не наследует. А если помаленьку ему яд подсыпать, чтобы жизнь сокращалась его, и он раньше времени умрет, убийство это или нет? А? Это сокращение жизни. А если не послушанием, инфаркт от родителей, учителя получают, это убийство или нет? Понимаешь? Шире надо смотреть на это. Поэтому то, что ты на уроке стоишь, сидишь тут, головой крутишь, безобразничаешь, это идет намного дальше, чем ты думаешь. Это отразится на тебе, на твоем воспитании, на твоей семье. Счастливым в семье неверующий не может быть. Не может. Почему? Потому что ему не смирить самого главного врага, жену. Это главный враг. А второй враг еще покрепше, это теща. Ты в такие руки попадешь. Спрашивает, говорит, вот двоеженец, две жены, какое ему наказание дать? Две тещи, чтобы в одном доме жили, в одной квартире. Больше наказания не надо. Пропал мужик. На кладбище, говорит, увидел один перед надгробным памятником, ой, тебе жить да жить, ты еще был молод, да как ты мог так уйти? Один подошел, говорит, что, наверное, брат был или кто. Да нет, говорит, это первый муж моей жены. То есть, если бы он не умер, она бы ему Мегера не досталась. Это о чем говорит? А у верующих как? Он просит благословения, совета священника. И у него все по-другому будет. Семья – это ячейка, это церковь домашняя. Это воспитание детей по Слову Божию. Послушание. Здесь все другое. Заметили так. Кто дольше живет, одинокие или семейные? Статистика разная показывает. В одном месте наткнулись на таких, дольше живут семейные, а в другом месте одинокие. Но выдержания какие? Определить трудно одинокого, он один. А вот вот среди семейных можно узнать, кто во главе семьи. Муж или жена. Если мужчина не твердый в слове, не выполняет сам, то и жена подражать не будет. Исидор Пелосиот, это святой, говорит так. Чем строже обращается мужчина с женщиной, тем более она к нему привязана. Руки со стола. Строже, то есть разумно, требовательно, заботливо и в то же время строго. Женщина к такому мужу особенно привязана. Она понимает, это крепость, это защита. Он не малодушный, он не бросит. Говорит, у него, говорит, пролилась скупая мужская слеза. То есть мужчина, он плачет, конечно, намного меньше. Женщина больше на эмоциях, почему они были рядом со Христом. Они плакали и рыдали. Он женам говорит о себе плаще. Почему мужчины не плакали, не рыдали? Плакал Петр, когда отрекся. Плакать нужно учиться на молитве, выпросить у Бога дар. Плакать о грехах, о родных, которые Бога не знают. Вот что. Так что у нас некоторые поедут домой, может быть, другими. Их дома приучили такие, как размощенные, длинный необожженный сосуд. Есть такое стихотворение, как вот горшки делают, а потом их ставят сушить. А потом их толкают в печь, обжигают. А один горшок спрятался за другие горшки-то, ему не охота в печку-то. Там огонь. Ну, когда хозяин-то не заметил, горшков-то делает много. Ну, а те-то обожженные, они уже керамика настоящая. Налили. Ну, его вытащили, в него налили. А он-то не обожженный, он сразу раскистый, потекло из него. Глина. Она в глину превратилась. Вывод-то какой-то надо делать. Если не воспитывается мужчина в стиле мужчины, у него все время будут неурядицы. Он размокший глиняный сосуд. Если у нас такие были, то домой должны поехать другие, обожженные ветрами. Ходили босиком, работали. Вы уже узнали, что такое вкус, когда ты потрудишься утром. Какой аппетит-то? Или когда ты дома сидишь. Ты теперь по-другому на все будешь смотреть. Местер, повернись. Русская печи. Мы ее сами тут делали. Мука привезли, замешивают. Так, замесы муки покажи, как делать, Игорь Николаевич. Следующий замес один не делать. Ни закваски, ничего не делать. И все, что вы записывали. Сделайте что угодно. Прямо на клеенке можно стереть будет такое, чтобы все это умели делать. Друг другу подсказывали. Ты хочешь научиться стряпать? Это крайне необходимо. Если это не умеешь, большой урон будет тебе. Вот в южных странах, там мужчины этим занимаются. Мужчины стряпают. Разные лаваши эти. У них нет русской печи. А вот так горит печь. Нагревается кверху огромная труба, так называемая труба. Он туда, буквально в жар, и прилипает к боку, к стенке тесто. А оттуда там снимает лепешку. Даже не на дне, а на боку. На большой трубе. Я когда увидел, думаю, что это такое. Как это может? А у нас какие формочки ставятся, вытаскиваются. Какие кирпичи хлеба. Вот эта неделя закончится. Начнется отсчет последней недели. За ней пост кончается. Тут у нас молосная будет. На той неделе приедут новые люди. И с ними сразу же мужчины приедут делать пирс. Два дня и пирс может быть готов. А Инатолий Иванович, а может сейчас заняться? Время-то есть же. Ну не с утра. Подождите. Подождать, я думаю. На той неделе новые люди приедут. Они крещение принимают. Им сам в воде и квасится. Ну мы-то можем что-то, основу-то положить. Вы подготовку делайте, чтобы сходить можно было. Первоначальный хотя бы ряд сделайте. Первый-то. Где-то тут недалеко где-то свая лежит. Там одна лежит на мосту. У кого веры нет в Бога, поднимите руки. Вот совсем не верят, что Бог есть. Слава Богу. Сегодня я утром молитву снимал. Ксюша вот маленькая. Стоит вот сейчас, как она теребит платок, так и на молитве теребила все время. Не понял, что? На молитве утром Ксюша маленькая, как теребила платок, вот как сейчас она сидела, теребила, так и сейчас сидит. Почему она теребит-то, ты знаешь? Потому что в голове мысли никакой нет. Когда перебирает поясок, стоит, вот заметим, в церкви, что-то, значит, мыслей никаких нет, сосредоточенности нет. Я вместо Володи по закону Божьему занятия проводил. И стих «Начало мудрости, страх Господень». Она не могла повторить. Это я еще не сталкивался вообще с этим. Ксения не могла. То есть вообще Слово Божие никак не отображается. Никак. Это происхождение ребенка. Откуда, чего, тут уже слух называть нельзя. Это накладывает печаток. А сама она к этому не стремится. Ты еще бегаешь маленькая. Ты будешь расти, а вот это все остается в тебе. Тараси, пылить не надо ногами здесь. Уйди на коврик ставь. Я повторяю, Лев Толстой. Гениальнейший человек. Он говорит, что во мне есть 80 лет. Половину этого я получил до 4-летнего возраста. Понятно? У нас никого нет у тебя. Вот я начинаю на нем трудиться, а он уже захрящ. Он не сдвигается. Ксения, вам ее не свалить. Бесполезное дело. Она будет хохотать, бегать, прыгать. Все, кто-то ее накормит. Она опять полетела с трекоза. А муравей рядом сидит. Ксения, измени отношение к жизни. Измени. Я не могу указать тебе на домашний пример. Вчера она пищала, визжала, как бесноватая. Ну, это и есть беснование. Сидит на песочнице, играет. Какой писк ненормальный. У нас есть такие. Сначала не созналась. В деревне, в школе такие же. Мне говоришь, она опустошенным глазом смотрит все. Ничего памяти нету совершенно сейчас. Или что-то с ребенком с маленьким сделали, или что. Не знаю. Но видно, что большой недостаток. Стань прямо, я не понимаю, что ты ломаешься-то. Пройдет время. Самое небольшое. Вы будете намного взрослее. И потом что-то из этого вам придет на память. Один сидел приговоренный к смертной казни. И он говорит, я понимал. Все теперь. Никогда, никогда не вернуться. Я решил помолиться и ничего не помню. Я напрягался. Я думал. Сон пропал. И вдруг я вспомнил, как с бабушкой ходили в церковь. Я по словам начал. Отче. Отче, отче. Еще же лучшее-то там было у него есть. Отче наш. Что дальше, никто не скажет. Я думал, говорит. По одному слову, у меня накапливалось. Я отче наш восстановил. И пришло время. Открыли камеру. И ему сказали. Там Верховный суд. Постановление дали 10 лет. Заменили смертную казнь 10 лет. Вот как. Вот есть такой фильм. Может кто видел. Апостол называется. Кто видел его? Многие видели. Ну, конечно, там артист такой. Миронов Евгений. Он вытянул этот фильм. Но там есть моменты, на которые надо обратить внимание. Когда он с собой носил крестик. Трудные минуты. Он просто за этот крестик держался. Как за амулет. А у молитвы-то я не знаю. Была ли молитва там у него. Так, поели? Да. Уходим из-за стола. Уходим из-за стола. Еще девочки. Ты дал повеление земле приносить плод породу своему и зелень на пользу человеку. Слава тебе. Ты оградил нас и даровал нам безопасность. Хвала тебе. Посети обездоленных, парализованных, на операционном столе лежащих. Помоги им всем, Господи, укрепи. И между нами да будет мир, любовь и согласие. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Немножко. Так, Никита, сейчас сразу берешь лопату, поточишь вилы и ты знаешь, переложить это и где лежали кучи, там все сделаешь. Мне нужен один человек, с которым бы мне здесь пилить доски и составить надо щит под ноги, где будет молиться. Кого взять? Два человека. Наверное, я возьму Нестора, ладно? Нестор, это остальное распорядитесь, куда, и чего, и кто. На работу восстановите. Вы говорили начать делать, Виктор Николаевич. Пожалуйста, Никита со мной, остальное ваше. Сейчас еще рано в воду лезть. С собой я беру только одного. Мы отпилим, собьем здесь вот с Нестором и все на этом. Мы на тележку увезем туда, посмотрим, что еще делать надо. Мы маленько там изменим. Вы придете там, в эту местность даже можете не узнать. Виктор Николаевич сегодня на молитве стоял внизу. Учитель должен стоять наверху. Он будет на том же месте стоять, но только будет выше всех. Мы создадим свой там, как говорится, постамент, аналой. Так, вопросы? Нет. Нет. Ну, кого было такое, что там как-то обидел? Нет. Сами, прямо. Никого нету? Нет. Отлично. Маленечко только бы отмыть ее надо. Отмойся. Она работается хорошая. Все. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Как, чуха, Бадюк, иди с руки. Какой, сейчас как руки. Сейчас работа. Так, иди сколько? Дядь, Витя. Нет, это называется. Она меньше. Ну, ладно, тогда. Так, я пошел в деревню, меня попросили туда. Дядь, Витя. Все, загрузишь, работай. Здесь надо допилить, а там дальше можно допилить, пилить дрова. И складывать их. Складывать, вот эту галерку брать как раз. То есть мне туда, в поленец. Ладно. Можно в деревню? Дядь, Витя, можно мы в деревню? Переобуйтесь все. Переобуйтесь. Все переобуйтесь. Ты лопату принес, нет? Да. Давай сюда. Я тебе дай, тебе дам, а то я займу. Все, что я делаю, это не сломай лопату, не даю. Не ломайся постоянно. На. Я тебе отдаю. Вот острая лопата и лилы. Все. Свободен. Субтитры сделал DimaTorzok